Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 13 февраля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе произошло много интересного. Цены на подсолнечник обновили исторический максимум. Правительство распределило зерновую квоту, а Минпромдорг разъяснил, как будет взимать утилизационный сбор на сельхозтехнику. Эти и другие новости в нашем выпуске. Цена подсолнечника в России снова достигла исторического максимума. Об этом сообщает агентство Савэкон. По его данным, на прошлой неделе культура подорожала в среднем на 1325 рублей за тонну и сейчас стоит 42 725 рублей за тонну без НДС. Судя по данным портала Алиоскоп, который следит за торговлей на российских площадках, маслосемена только укрепляются в цене с начала года. И все это несмотря на действия пошлины и фактически остановившийся экспорт. Вот два графика, которые приводит Центр оценки качества зерна. Судя по этим данным, экспорт пашеницы, например, вырос на 3,6 миллиона тонн, а вот экспорт маслосемян и рапса и подсолнечника фактически остановился. Повышение цен на подсолнечник на внутреннем рынке России аналитики объясняют тем, что маслозаводы уже переработали сырье, закупленное ранее и теперь снова вышли на рынок. По данным Савэкона, за последние несколько недель маслопереработчики увеличили закупочную цену на 3-5 тысяч рублей за тонну. Растет и стоимость подсолнечного масла. За неделю, по данным Савэкона, она подорожала в среднем на 3 тысячи рублей. Сейчас стоит порядка 95 с половиной тысячи рублей за тонну. Экспорт и цена на подсолнечное масло в России составляет 1270 долларов за тонну. График Олиоскоп показывает, что в Южном федеральном округе цена на подсолнечное масло укрепляется после небольшой просадки в конце января. Рост цен на масло в России поддерживает мировой рынок. Так он сейчас очень опасается за перспективы урожая сои в Южной Америке и потому дорожает соевое масло. Сколько продлится эта тенденция, непонятно. Савэкон рассчитывает, что мы увидим еще больше укрепления цен на подсолнечник, но все это должно произойти только если поднимутся экспортные котировки. Интересная новость прилетела из Госдумы России, где на этой неделе выступала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Она показала презентацию, в которой было указано, что в этом году размер субсидий на поддержку производства масличных культур вырастет в 2,5 раза. Объясню, в чем дело. В прошлом году СОЯ и РАПС были признаны перспективными экспортными культурами и на их производство правительство начало выплачивать субсидию. Общий объем господдержки составил 3 миллиарда 266 миллионов рублей. Впрочем, теперь правительство считает, что перечень культур, которые могут получать эту господдержку, должен быть расширен. Возможно, в него будет включен также и подсолнечник. Видимо, именно из-за этого будет усилена господдержка производства масличных культур. Она вырастет до 8 миллиардов 400 миллионов рублей. Много это или мало? Чтобы понять, мы ради интереса эту сумму разделили на тот урожай масличных, который был получен в прошлом году – подсолнечника, СОЯ и РАПСа. Если бы все эти деньги достались нашим аграриям, то вы бы получили примерно 416 рублей за тонну. Ну, невелика, конечно, господдержка. Что еще мы узнали на этой неделе? Оказывается, Российский зерновой союз направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором указал, что введенные экспортные ограничения вызвали непонимание и негативную реакцию среди сельхозпроизводителей. По подсчетам союза, введенная плавающая пошлина, вычтет из доходов агрария в примерно 4-4,5 тысячи рублей. И это произойдет на фоне того, что выросли издержки на производство зерновой продукции. По подсчетам РЗС, в среднем на 10-15 процентов средства производства подорожали. И в фундамент будущего урожая аграриям придется закладывать где-то 9,5-10 тысяч рублей за тонну пшеницы. Ну, это, конечно, цифра весьма условная. Она будет разниться от региона к региону и в зависимости от урожайности. Вот какой комментарий дал глава РЗС Аркадий Злочевский пресс-центру «Россия сегодня». Расчеты показывают, что нам в фундамент следующего урожая придется заложить себестоимость в районе 9,5-10 тысяч рублей за тонну пшеницы. При нормальных погодных условиях, опять же, при среднем погодных условиях, которые складывались в последнее время, потому что урожайность будет влиять, естественно, на себестоимость. Если она упадет, то эта себестоимость становится автоматом выше. То есть при текущей урожайности это 9,5-10 тысяч рублей. Такова стоимость ресурсов. Если из текущей цены мировой вычесть все заплаты на логистику, перевалку в портах, транспортировку, все услуги, которые стоились, различных сертификатов и прочих процедур, цена у нас получается, да, и вытащить из этого стоимость пошлины 50 долларов за декларирование, соответственно, с 1 апреля. Пока 25 долларов еще действует, будет обеспечивать ментальность, но вот с 1 апреля при текущей цене 285 долларов за тонну мы получаем цену, которая достанется крестьянином, крестьянском кармане в районе 9 тысяч рублей. То есть это уже ниже себе стоимости, которую пшеница в текущем сезоне нам образует. То есть на следующий сезон надо строить планы, естественно, в первую очередь из экономических расчетов, как они будут выглядеть у нас в следующем сезоне. То есть при такой пошлины 50 долларов за тонну сеять пшеницу становится невыгодным. В качестве альтернативы пошлине Российский зерновой союз посоветовал президенту поддерживать граждан с низкими доходами, субсидировать смежные отрасли, а также эффективно использовать интервенционный фонд. На этой неделе также была раскрыта главная интрига сезона, кому достанется право вывозить зерно во втором полугодии. Минсельхоз России распределил зерновую квоту между экспортерами. В перечень в компании вошли 234 организации. Общий объем квоты составляет 17,5 миллиона тонн. И что самое интересное, 70 процентов зерна вывезут 10 главных зернотрейдеров страны. Почему? Потому что квота распределялась по историческому принципу. Кто больше вывез до начала распределения, тот получит большую долю и во второй половине года. Аркадий Злачевский отметил, что в списке компаний 234, напомню, значатся компании, которые фактически уже прекратили свою деятельность. Отмечу, что квота начнет действовать с 15 февраля и будет продолжаться до 30 июня 2021 года. Одна из очень важных для всех нас новостей – утилизационный сбор на сельхозтехнику. Еще в середине января Минпромторг разработал постановление, которое должно повысить ставку утилизационного сбора для легковых автомобилей и спецтехники. Но если с легковушками вопросов не возникло, сбор подорожает примерно на четверть, то ставки утилизационного сбора для сельхозтехники вырастают в 2-3 раза в зависимости от класса этой техники. Производители сельхозтехники заметили, что индексация неминуемо скажется на цене их продукции и самоходные опрыскиватели, комбайны, тракторы могут подорожать на 10-25%. Против увеличения сбора высказались все, кто хоть как-то причастен к технике – это и Российский зерновой союз, и Ассоциация дилеров сельхозтехники, Союз молоко и другие объединения. Минпромторг на этой неделе дал разъяснение российской газете, в котором заявил, что индексация утилизационного сбора не проводилась с 2016 года и вообще не должна сказаться на цене сельхозтехники, потому что, во-первых, на нашем рынке существует очень высокая конкуренция между производителями, а во-вторых, российские заводы получают господдержку, которая как раз и должна сдержать цены. Производство сахарной свеклы в 2021 году может сократиться. Такое мнение высказал ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. По мнению эксперта, при текущей отпускной цене на сахар 36 тысяч рублей за тонну – это фиксированная цена – независимым свекловодам становится просто невыгодно заниматься этой культурой. Дело в том, что цена свеклы в стоимости сахара составляет 7,5-8,5% или где-то 2700-3000 рублей за тонну. Это значит, что при такой цене выращивать культуру могут только те аграрии, которые способны получить либо высокий урожай, либо высокую сахаристость. Случается это нечасто. При этом свекла требует огромных вложений, где-то 100 тысяч рублей на гектар. Это только в 2020 году, а в текущем году затраты могут вырасти минимум на 10%. Заниматься свеклой в дальнейшем, по мнению Евгения Иванова, будут только вертикально интегрированные агрохолдинги, а вот независимые аграрии, которые не скованы никакими долгосрочными контрактами, могут от культуры отказаться. Интересно, что Минсельхоз России, напротив, рассчитывает, что посевы сахарной свеклы в текущем году вырастут до 1 миллиона 60 тысяч гектаров, то есть вырастут по сравнению с прошлым годом где-то на 14,5%. И будет получен урожай в размере 40 миллионов тонн корнеплода, из которого выработают примерно 6 миллионов тонн сахара. По традиции закончу выпуск хорошей новостью. Малые фермеры Кубани, которые производят молоко, в этом году получат увеличенную в два раза субсидию на килограмм этого продукта. Об этом сообщила прислужба администрации Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что это лишь малая часть того, что может сделать государство для сохранения дойного стада. В прошлом году фермеры получали 1,5 рубля за килограмм, в этом году субсидия вырастет до 3 рублей за килограмм. Всего на эти цели в бюджете будет заложено 120 миллионов рублей, но если денег не хватит, то финансирование увеличат. В прошлом году Кубань произвела более 1,5 миллиона тонн молока, это максимальный результат за последние 10 лет. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а также помните, что у нас появился телеграм-канал Агробук. Подписывайтесь и будете получать свежие новости. Смотрите также наши последние видео, это круглый стол, озимое поле, стратегия весенних работ и несколько видеозаписей из конференции Ассоциации сторонников прямого посева. До свидания, оставайтесь с нами.